одна из самых старых и одна из самых необычных машин в нашей игре это спрут sd обычная прокачиваемая и тэшка восьмого уровня тем не менее каким-то образом включает себя сразу все четыре класса сразу если на нее посмотришь тогда на эту и тэшку скорее это lt ну вроде бы казалось бы да обычная гусеничная база есть башни обычный ствол ну скорее это lt шка если посмотреть на характеристики незаметности то в итоге получается что это bbm к потому что здесь зависимости от закачки может быть и офигеть какая большая незаметность и офигеть какой обзор в моем варианте в котором я катаю я катаюсь окону и если здесь есть замечательная активная способность здесь подвеска опускается поднимается полностью если вы опускаете подвеску вас прибавляется еще незаметности и в итоге незаметности в таком варианте может быть у вас достигать до 60 процентов и при этом обзор здесь получается если поставить в оборудование как я это сделал оптику обычную и адаптивную 535 метров 535 метров в остановке с 60 процентами незаметности хотя ладно когда ты опускаешь подвеску у тебя немножечко режется обзор там будет чуть поменьше но тем не менее цифры просто запредельные для этой машины то есть вроде бы это и ты по факту это и ты которая выглядит как lt с незаметностью bbm и при этом с пушкой а то bt больше всего мне полюбились именно кумулятивные снаряды с одной стороны ну как вы знаете я начинаю тем более с 8 уровня не особо уже начинают доверять обычным кумулям тем более они здесь не какие-то кумулятивно осколочные советские дрыны просто кумуль но есть маленькое но когда ты стреляешь каждые там пять с копейками секунды при этом альфой 800 это довольно таки подкупает очень сильно подкупает ну то есть бронебойные снаряды я естественно собой тоже таскаю потому что ну некоторые цели ты просто напросто аккумулями можешь не брать в лоб но в основе кумулятивные снаряды если ты попадаешь против семерок летит большинство снарядов куда надо с хорошим уроном если ты попадаешь против восьмерок или девяток если что у тебя есть запасе довольно таки неплохие ббшки то есть машина на самом деле она как бы не новая это не какой-то прям но тем не менее я каждый раз когда сажусь я удивляюсь да что вообще происходит что это за машина такая странная откуда она взялась что ты вообще такое по сути если упороться во что-нибудь одно ну например в незаметность вы можете этот показатель 60 процентов увеличить еще больше ну то есть вы легко можете себе сделать какие-нибудь по краску например поставить краску да и будет у вас это незаметности вообще 60 там 7 68 процентов незаметности на и тлт ббм в общем вот на этой штуке можете переделать в обычную лтшку то есть поставить командира например хуан карлса как я ставлю на лтшки опять же оптика и у вас там где-то 580 метров будет в обзоре и при этом все еще довольно таки и приличная незаметность но тут уже как бы кто как играет да если вы хотите сделать из нее вот прям и тэшку вы где-нибудь аккуратненько стоите то да просто все упарывайтесь незаметность и цифры у вас будет невероятный даже после выстрела хрен кто вас заметит но я все-таки решил более такому прийти универсальному варианту то есть за счет оконал я по максимуму забустил здесь незаметность и за счет оборудования по максимуму обзор в принципе получилось неплохо но есть над чем подумать все-таки возможно есть вариант и все-таки поставить хуан карлоса он все-таки тоже дает незаметности но при этом добавляет дофига обзор и тогда вы вообще сможете смело всех пересвечивать при этом все еще до имея довольно таки хорошие цифры незаметности вот тут как бы на самом деле надо еще поэкспериментировать надо еще к этой машине как-нибудь вернуться поплотнее прям покататься и прийти какому-то уже окончательному варианту но и тот вариант и тот вариант вполне себе жизнеспособный точность и скорость прицеливания здесь просто бешеная поэтому в этом плане оборудование вообще нет никакого смысла ставить по сути можно вообще на самом деле упороться и забрать отсюда из оборудования скорострельность который у меня стоит и поставить например ту же самую краску тогда у вас реально и например хуан карлоса миромона тогда у вас будет дофига и обзора и незаметности до немножечко реже будете стрелять но в целом там получится все равно меньше 6 секунд для такой альфы ну это довольно таки круто сам по себе спрут в прокачке в дереве прокачки находится просто хрен знает где я честно говоря сам прям искал для того чтобы вам скриншот этот сделать реально не с первой попытки нашел и эта ветка выглядит вот тогда очень странно начинается с 7 уровня нмки и там в общем-то раздваивается либо на лт-шку либо на ббм-ку в общем это и тэшка по праву наверно самая странная машина если еще и этот факт взять вообще в нашей игре один единственный до минус который прям вот впечатление все портит от этого спрута это то что здесь те самые замечательные советские до минус 5 венов и это проблема сама по себе подвеска у вас именно опускается только вверх вниз то есть она у вены вам не компенсирует вы либо катаетесь как есть и у вас минус 5 все также либо вы опускаете подвеску и у вас все также минус 5 единственно это меняется параметры незаметности скорости прицеливания и обзор но если ты это изначально знаешь ты это имеешь ввиду да ты просто не пытаешься во-первых ехать на те позиции на которых тебе нужны у вены и в любых других ситуациях ты но более или менее там как-то мостишься да в принципе к этому привыкаешь хотя опять же да бывают ситуации когда тебе это крайне важно прямо сейчас вот именно вот здесь а у тебя этих у венов не хватает но опять же учитывая все эти плюсы которые есть из прута это можно потерпеть вполне себе ассортимент снарядов здесь просто шикарнейший потому что в общем то нету кумулятивно осколочных да но есть фугасы то есть если вполне себе там тебе нужно кого-то добить я собой три штучки катаю добивать можно без проблем по сути фугасы могут дать хорошую альфу и по картону прям очень хорошую но в общем то и кумулями понадежнее и здесь тоже хорошая альфа как я уже говорил да бы больших я с собой тоже таскаю потому что во первых кумуле все-таки и летают не очень хорошо не очень быстро на дальние дистанции иногда выгоднее пострелять бэшками но кумулятивы это маст хэв просто на этой машине много картона да и в общем то об и тэшкам тоже хорошо заходит единственная да не совсем понятно почему именно здесь нету быстрого переключения между снарядами ну то есть что мешает здесь обычное орудие которое это 8 уровень до который стреляет один раз непонятно да периодически пытаешься переключиться между ними снарядами но понимаю что начинается обычная перезарядка она небольшая но все-таки было бы круто чтобы здесь тоже появилось то что есть и у других танков на этом уровне так что искренне прям кайфанул покатав на этой машине поэтому и захотел сделать видос для вас единственное я думаю я все-таки еще вернусь к этому спорту потому что вот эти вот не дает мне покоя вариации комбинации как можно упаковать ее и так можно и так и упороться и незаметность и в то и все и при этом как я уже говорил да альфовать можно на этой штуке прям ох прям жестко но когда у тебя по картону вылетает больше 800 это вообще прям радует это восьмой уровень и это и тэшка просто бабаха огонь если вы еще вдруг да не прокатывали не выкатывали не прокачивали спрута то советую попробовать ветка там крайне маленькая но и в общем то довольно таки хорошая да все-таки после спрута идет и хорошая лт-шка это кашка да карнет под вопросом конечно все тип туры на 10 уровне такое себе но сама по себе машинка все-таки тоже злая и довольно интересно не забываем прожимать лайкосы и подписываться на канал пишите в комментариях на какую технику вы хотели бы увидеть видосик и на этом у меня все всем пока